Девушки отдыхают 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 И, правда, я боюсь, что это не на вашу помощь, что это не на вашу помощь. И, правда, я хотела, почему-то еще раз, что я хочу, и, наверное, людей, которые не помнят, честные человеку поздравляют с радостью, пожелать здоровья, потому что так, как она имеет и подышать свои должницы, его личность, его площадь, но в нем она сохранит свет свою память для его натренции, для его натренции, для его натренции. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добрый день, уважаемые гости! Сегодня мы открываем юбилейную персональную выставку с кистью и карандашом по жизни заслуженного художника Кабардино-Балкарской Республики, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Сундукова. Эта выставка должна была состояться в 2020 году, к 95-летию художника, но уже по известным нам причинам она, к сожалению, не состоялась. И поэтому сегодня, накануне Дня Победы, мы отдаем дань памяти художнику-фронтовику. Я хочу с удовольствием предоставить слово министру культуры Кабардино-Балкарской Республики Кумахову Мухадину Лялюшевичу. Добрый день, дорогие друзья! Во-первых, меня радует то, что автор этих замечательных картин, мой односельчанин, я горжусь этим. А во-вторых, я думаю, что символично, в преддверии 9 мая, что мы открываем эту выставку, которая четко передает историю Великой Отечественной войны и передает историю обычного солдата в этой страшной войне. Анатолий Михайлович сам непосредственно видел эту войну, и его рука выводила эти картины, я думаю, с дрожью, потому что, во-первых, они никогда не забывали эти книги, а во-вторых, без боли в сердце, на душе вспомнить это невозможно. Я думаю, что эту выставку должны посмотреть все, особенно молодежь, особенно подрастающее поколение. Посмотреть для того, чтобы помнили тех, кто уже не вернется, и ради кого мы сегодня здесь можем стоять и открывать эту выставку. Я поздравляю всех, кто причастен к этой выставке. Замечательная выставка. И поздравляю нас всех с открытием этой выставки. Спасибо. Слово председателю Союза художников Кабардино-Балкарской республики Тимирканову Геннадию Жановичу. Спасибо большое. Мне очень радостно видеть после того затишки выставочную культуру, которая в связи с этим заболеванием урадским у нас была. Сегодня я вижу такое огромное количество людей, замечательных лиц. Эту чудную выставку, которую сделали работники музея, Союз художников. И мы достали какие-то работы, которые не видел зритель еще ни разу. Они находились в личной коллекции у Нианилы Степановны. Хочу еще сказать то, что мы еще отобрали графики какое-то определенное количество, сколько вместит у нас фонд культуры. И 11 числа в 3 часа мы проведем выставку вторую, которую в рамках проекта Академия мастеров проведем выставку Сундукова Анатолио Михайловича. Неизвестная графика его. Там будут и зарисовки, фронтовые, и портреты. Придете, увидите. Хотел сегодня вам зачитать письмо, которое прислал Хамид Савуев, наш замечательный художник, преподаватель Академии Санкт-Петербургской. Тоже односельчанин Анатолия Михайловича. Анатолий Михайлович мой первый учитель и духовный наставник, воспитавший меня как художника и человека. Его путь художника, художника-воина был и остается примером самоотверженности, доброты и милосердия. С глубочайшей благодарностью вспоминаю, с каким трепетом и восторгом я, будучи ребенком из Лискена, переступал порог его светлой мастерской. Все это осталось на всю жизнь. Его добрые отношения и забота во многом определили судьбу многих его учеников, ставших художниками и посвятившими себя служению высоким идеалам искусства. Что бы сказал Анатолий Михайлович? До сих пор каждый свой поступок в искусстве, достижении неудачи, разочарования и победы я сверяю с теми высокими принципами, которые учил нас Анатолий Михайлович. Хамид Садкуев. Хамид Садкуев. Я уже извиняюсь, кто уже близко поставил, ученика и учителя. Что хотелось бы сказать. Я очень благодарен этому человеку за его творческий путь, за все, что он сделал для того светлого будущего, которое мы сейчас называем светлым прошлым. У нас вот сегодня масса работ, на которые должны прийти, посмотреть художники, ученики, которые хотят стать художниками и поучиться у этого человека, его жизненной позиции, его творчеству, его мастерству. А всем, кто пришел, спасибо огромное. Спасибо. Слово председателя Уженсовета города Нальчик, Дюгешевой Эйди. Спасибо. Хочу поблагодарить всех устроителей такой замечательной выставки. И спасибо за приглашение. Я считаю, что особый оттенок выставку ветерана Великой Отечественной войны, который внес свой вклад в великую победу над фашизмом, особый оттенок этой выставки придает присутствие замечательной, душевной, верной супруги Сундукова Анатолия Михайловича Нелли Степановна Сундукова. Нелли Степановна является почетным членом Городского Совета Женщин. Мы гордимся этим. И в рамках своего проекта, посвященного Великой Победе, «Патриотизм берет свои истоки в семье», мы выпустили сборник «Воспоминания омытые слезами». Куда вошли? Воспоминания членов Совета, актива, женщин города, в том числе и Нелли Степановны. Я хотела зачитать выдержки из воспоминаний, которые написала Нелли Степановна. Дети войны, они были свидетелями той жизни, которой жила страна. Нас невозможно было изолировать. Мы были в курсе всего происходящего. Не только свидетелями, но и участниками происходящих событий. Великая Отечественная война оказала серьезное влияние на всю последующую жизнь девочки, девушки, женщины. Она научила меня довольно самостоятельно решать сложнейшие жизненные проблемы. Это был послевоенный 1948 год. 13-летней девочкой становлюсь ученицей-лаборанта единственного в городе мельзавода. Мука, взятая на проверку качества, становилась лепешкой, которую можно было пронести через проходную и покормить тяжело больную маму. Она очень рано ушла из жизни. 16-18-летней девушкой, комсомольский лидер, сотрудник Красноармейского райкома Комсомола, студентка заочного отделения Бродовского педагогического училища. В эти годы произошла встреча с моим будущим мужем, Сундуковым Анатолием Михайловичем, служившим в войсках по борьбе с бандитизмом в Западной Украине и Прибалтике. Эта встреча в корне изменила мою жизнь. Анатолий Михайлович прошел дорогами войны от военных событий 1943 года, горьких отступлений наших войск и освобождения Нальчика, боев за Кавказ, затем фронтовые дороги с миноискателем и автоматом до Восточной Пруссии. Здесь для него, 20-летнего солдата, прозвучал салют победы. Затем еще 7 лет борьбы с бандитизмом в Прибалтике и Западной Украине. Здесь мы и встретились. 23 февраля 1952 года мы стали мужем и женой. Моя жизнь прошла рядом. Окончив один и тот же институт, я посвятила ее искусству Кабардино-Балкарии 48 календарных лет. Это музей изобразительных искусств. Старший научный сотрудник, 15 лет. Кабардино-Балкарское отделение, союз художников в России, 32 года, ответственный секретарь, искусствовед. Эти годы приблизили меня к духовной культуре народов Кабардино-Балкарии, традициям, образу жизни, всему тому, чем живет республика сегодня, вчера в историческом аспекте. Анатолий Михайлович, мой муж, мой друг и коллега, ушел из жизни рано. В 1989 году, в возрасте 63 лет. Но продолжает жить в своих произведениях, живописных и графических. Они стали частью культуры Кабардино-Балкарии, России, ближнего и дальнего зарубежья. Особой гранью в его творчестве звучит тема Великой Отечественной войны. Я люблю наш город Нальчик, наши улицы, скверы, площади, тропинки. Я люблю сверкающие на утреннем солнышке панорамы Горного Кавказа. Я люблю людей, рядом с которыми на протяжении многих лет проходит моя жизнь. Я люблю мелодичное звучание национальной речи кабардинской и балкарской повседневной жизни, песни, поэтическом слове, ритме танца. Я люблю нашу Кабардино-Балкарию. Она стала мне родной. Мы эти книги вручали героиням этого сборника на разных площадках. Лилия Степановна не могла подойти, готовясь к такой выставке. Я хочу сегодня ей вручить. Слово председателю союза композиторов Кабардино-Балкарской республики композитору Джабраилу Халупе. Добрый день. Вы увидите, что Тарусто в Велии статья сроку в переводе Забоводского. Каждый миг себя стратегом виден бой со стороны. Я дитя этой ужасной войны. Самый раз так, что он с тобой родился. И когда я сегодня, на старости лет, когда я одна с тобой там, в небесах, вправо на земле, когда я слышу, жаль, что немцы нас не завоевали, чтобы мы сегодня пиво пили. Мне становится больно не по себе. А вот зайдите в этот зал, там эскизы войны. Там мурашки. Белая лошадь, кровь течет, и жеребенок. Если Сундуков ближе ничего не сделал, для меня лично. Вот эта боль войны, которую он перенес человек всю жизнь. Я говорю, дитя, это страшно. Вот это эскизы военные. Это песни войны. Это плач по войне. Я первый раз это вижу. Вот. И там, вот, потрясающая картина. Знаете, живопись, это полифония красок. А я представитель другой полифоны. в полифонии звуков. Мелечка, милая. Вот ваш портрет писи. Вы разделили с ним горести. И радость. Мне бы хотелось, чтобы... Вот это радость. Это песня. Нескончаемая песня. Это останется. Он жив. Не для того, что он умер. А художник, потому что его творение остается. Пусть эта республика, не только республика, Россия, сохранит память тех, кто воевал, кто в жизни. и пускай живут дети тех, кто спогиб. Я, и кто выжил. Говорит, все можно, но сохранить душу через... Это меня поразило. Пройдя через всю эту войну, остаться художником, человеком духа, человеком красоты, так допродится его песня. Долгая песня. Песня вот живой красоты на карандаше. Спасибо за внимание. Слово народному художнику Кабарина Балкарской Республики Заурбеку Гожнокову. Добрый день. Анатолий Михайлович близок и дорог мне не только как художник и как его согражданином, а также как участник этой Великой войны, потому что мой отец тоже воевал, и вот это отношение к Анатолию Михайловичу совершенно снизу вверх во мне всегда живо. И несмотря на то, что внешне этот человек абсолютно не походил на войну. Жизнерадостный, добрый, по-юношски задорный, шутливый, вот совершенно не производил человека, который прошел через кровь и огонь этой войны. и отношение, я здесь много говорил примеров, его отношение к людям совершенно с невероятной стороны. Когда все пытались, вот много случаев в нашем коллективе, все вот старые эти, мои эти, помнят, когда можно было осудить, навсегда выгнать из партии, осудить человека за какие-то проступки. Только Анатолий Михайлович говорил, ну что бы, ну зачем, нельзя портить жизнь человека. И вот таким человеком он, как человек, как личность, во мне будет жить всегда. Я, в смысле творчества, вот сегодня я прошел Дэля Степанова, я помню его купание. Это настолько жизнерадостная картина. Почему ее нету сегодня? Вот немножко военно суровость шла эта выставка, хотя он был и великолепный ценитель красоты и ценитель лирик по душе, по морю. Хотя это война, вот оставила неизгладимый след, все-таки она представляет, хотя он не отчувствовал ни телом, ни душой, ни творчеством. Но нельзя не сказать, конечно, о рисунках. Вот я до этого с ребятами говорил. И вот в войну, когда пули свистят, когда кажется, человек думает о душе, о Боге, о смерти, он думал и рисовал, и рисовал, и рисовал, потому что громадное количество рисунков. Это значит, в душе этого человека была громадная вера и в победу, и в то, что он не погиб, в то, что сегодня вот это наследие будет радовать нас. Я от души поздравляю вас, вы верный заратник, ценитель и охранитель этого творчества, а этим творчеством может гордиться и республика, и все мы, потому что его наследие никогда не уйдет из нашей жизни. Я бы хотел сегодня поздравить, что таким человеком можно гордиться. Его на свете, еще раз говорю, останется навсегда в запасниках нашей культуры. Мелия Степановна все время просит по-кабандински сказать. Я прошу. Тоже и на все время прошу. Я прошу. А я не могу сказать. Сказать вот к этому расступлению, когда мы вернулись сюда уже после службы и решили ехать в Ленинград, а нашему мальчику Юрочке, было три годика, Анатолий купил национальный костюм маленькому, вручил бабушке конец Рауни и сказал, делай с него ковардинца. Так что, так что, это все так было, я к сожалению. Хочу предоставить слово старшему от рода Сундуковых, Асланбеку Сундукову. Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. Небольшая поправочка, я не старший рода, конечно. Старший рода сегодня у нас Борис Сундуков, который здесь присутствует. К сожалению, я в силу своих лет не был близок и близко знаком с Анатолием Михайловичем, у меня остались смутные воспоминания по детству. Но наши старшие, вот в лице Умбарида, в лице наших отцов, очень много рассказывали нам о нем. Я много читал тоже источников о нем. Один маленький момент, что сегодня Умбарида, наш уважаемый старший рода, зашел в этот зал со слезами на глазах. Это говорит о том, что мы помним Анатолия Михайловича, ценим, естественно. И в жизни человека, видимо, одно из главных чувств, главных качеств человека, чувство благодарности, я так считаю. Мы всем родом очень благодарны ему за все то, что он нам оставил. Он не только нам оставил, он оставил это нашей республике в полномерии. Он, пройдя путь от простого кочегара Репинского училища до великого художника, не помогу с этого слова, мы сами видим все это. Он, пройдя войну, пройдя лишения, тяготы, увидев много смертей, много плохого, он сохранил в себе душу. Не только душу, а красивую, добрую, искреннюю, широкую душу. Это мы видим, естественно, и в мирных картинах его, чуть выше говорили, купания, прекрасная картина. Мы очень благодарны ему, мы очень благодарны Неаниле Степановне, которая в первую очередь, я считаю, что она, в первую очередь, это она наследие его хранит и дает нам всем радоваться вот этим картинам нашей дяди. Дай ей Бог долгих лет здоровой, счастливой, красивой жизни. Со своей стороны, от родов Сундуковых, я наберу смелость и скажу, что я заверю всех, что мы, то, что в наших силах, мы всегда будем и ее поддерживать, и хранить наследие, и память о нашем дяде. Вот, примерно так, но я хочу, пользуясь случаем, так как тематика войны очень широко отражена, в том числе Анатолия Михайловича, хочу поздравить всех с наступающим праздником Победы, 9 мая, и пожелать всем крепчайшего здоровья, благополучия семейного. Всего самого доброго, спасибо большое. Слово председателя Украинского центра Днепро Светлане Харенко. Слово председателя Днепро Светлана Харенко. Слово председателя Днепро Светлана Харенко. Спасибо. От рода Урфовых я предоставляю слово Инне Урфовой. Аплодисменты. Спасибо. Я сегодня очень горжусь. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли в честь моего дяди и очень им гордимся. Это светлая душа человека. Красивой внешности, красивой душой. Настолько уважительным был к людям, настолько долго, настолько вот к детям. Он очень любил жизнь, очень любил детей, очень любил людей. Никогда не придет мимо маленького ребенка с лаской, с добротой, с чистой душой. Он к каждому ребенку относится. Я вот на летние каникулы приезжала сюда к бабушке, и что я видела каждый день, так это когда он шел в мастерскую, всегда зайдет к своей маме, спросит, как она спала, как ее здоровье, как ее дела, нужно ли ей что-нибудь. Я настолько удивлялась этому, и вот обнял свою маму, пожелав ей хорошего дня, дальше он продолжал свою мастерскую, где проводил целый день. Мы очень гордимся своим дядей. Первый выезд отсюда, вот с Нарчика, это был город Герой Юнград вместе со своим дядей. В детстве он мне всегда говорил, что подрастешь, я тебя обязательно свожу в тот город, где я учился. И это осуществилось, да. Мы со своим дядей поехали в Герой Юнград, и он показал мне Академию художеств Инги Лепина, где он учился, где он познакомился с Нейли Степановой Сундуковой. Хочу огромную благодарность выразить Нейли Степановне за то, что все годы, проведенные вместе с ним, они в любви, в дружбе, с таким пониманием друг другу провели эти годы. И после его смерти она всегда, каждый год она вспоминала, старалась либо передачи какие-то о нем, либо в газету написать. И всегда она звонила и говорила, Инночка, вот я напечатала статью, подготовила в газету. Вот такой вот часа эта газета будет, пожалуйста, посмотрите. Ну конечно же, конечно же мы с гордостью все эти газеты, всю память о нем мы всегда помним и всегда будем помнить. Мы с такой любовью, с такой гордостью о нем всегда вспоминаем, чтим, помним его. И огромное спасибо, конечно, Нейли Степановне. Спасибо вам большое, что вы всегда были рядом с ним. Спасибо вам большое, все, кто сегодня пришли на эту выставку. Огромное вам спасибо. Дорогие друзья, но выступающих очень много, я думаю, еще будут люди, которые захотят сказать, мы сейчас отпустим министра, ему, к сожалению, на еще мероприятие нужно успеть. Ну, а вы не расходитесь, мы еще будем говорить об Анатолии Михайловиче. Ну, я с удовольствием хочу предоставить слово супруге Анатолия Сандукова, искусствоведу Нейли Степановне Сандуковой. Спасибо. 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 Я по этому звонила по телефону, как со связями на глаза слушали мой голос. И вот пришли сюда к нам, на эту выставку. Выставка. Вы знаете, это как музыка, как поэзия. Анатолия, может быть, глубже даже. Нет, наверное, не глубже, но где-то параллельно живущая. Анатолий, всегда вот творога, выступая на приставках, говорил, он не просто, не просто художник, он же солдат. Он прошел по жизни и с карандашом, и с кистью, и он был сапером, и где жизнь на волоске каждый раз была. И вы знаете, и вот в нем жило какое-то удивительное чувство, что это вот печаль войны, эти потери, эти потери близких. Они, конечно, отразились вот в тех работах, которые представлены. Но в нем жил особый оптимизм. Это удивительный оптимизм. Он писал детей, он писал девочек, он писал мальчиков, он писал купающихся женщин. То есть это настолько был многократным своим чувством человек, что даже, ну я не знаю, как же надо об этом рассказать. И все это его волновало, волновало по-настоящему, волновало его душу, его сердце. Я, наверное, была счастливым человеком, что рядом со мною был вот такой человек. Ну и выставка, выставка творчества художника. Вы знаете, у него, он рано ушел из жизни. Это ему исполнилось всего 63 года, даже не исполнилось. А из них была война. Была война, и были еще семь лет борьбы с бандитизмом. А потом был институт. Вот это мальчистотворчество оставалось вот такой маленький кусочек. А столько он сделал. Вы знаете, это было поколение, очень увлеченное искусством. Я вспоминаю Ленинград. Но сейчас так не бывает. Опечатывали, опечатывали вот двери, праздники. Академия художеств, это институт академический. Художники старались, чтобы их опечатали в мастерской, чтобы можно было бы поработать спокойно. То есть не думали о том, что где-то погулять, повеселиться, а поработать. А просто поработать. И вот, в итоге, вот так много работ. Вы знаете, это работы в основном музейные. И не только в наших музеях. Ну, вот видите, это вот музейные работы. И несколько, вот это, несколько работ с бездомашних коммерций. Но они вошли совсем недавно, в прошлом году. Была конференция и выставка в музее Востока. В филе музея Востока. В отелье их, в моей эпохе. Вот там была выставка художников нашего региона. И плюс к этому была, добавляли, добавлены были художники Турции, и звери, и еще каких-то зарубежных, как восточных. Они издали книгу. Они издали книгу. Я писала большой материал, очень большой материал в анатолии. Он вошел не только в нашу историю. Его творчество перешагнуло. Он участвовал на всех выставках российских. Зональных выставках. Его творчество всегда было представлено. Вы знаете, и победная тема, конечно, но у него холсты на историческую тему. Несколько больших таких холстов. Посоединение товары с Василием. Сейчас я просто не готова все назвать. Может быть, что-то не важно нашу экспозицию, но они в музейных коллекциях. Он... Я сегодня думаю о том, что... Вот родные люди, родные люди. И вот... Буковы и Судуковы. Мне думается, вы имеете полное право гордиться своим представителем, своего рода. Анатолием Судуковым. Потому что он... Он... Это... Это... Тот человек, Та личность, Которая жил творчеством. Которого волнована духовная культура. И не просто история. Вот знаете, иногда говорят... А, художник исторического плана... Я говорю, что там? Соцреализм. Это было настолько лично. Это было настолько... Вот конкретно... Вы видите, конкретную ситуацию. В каждом. Но в каждом, абсолютно в каждом толсте. Это его... Его душа. Его личное отношение к событию. Даже к истории тоже. И к событиям. И к истории. И к истории страны. И к нашей республике. Ну, это... Очень лично с тобой. Все. Сейчас это очень просто делается. Интернет как-то... Затушает во многом. Какие-то душевные моменты. Вот чисто... Человеческие моменты. Мне кажется, что... Изобразительное искусство. Музыка. Поэзия. Это очень дорого. Я сейчас... Где сиди? У меня сегодня... Конечно... Вот эта... Вот эта... Вот эта встреча. Встреча. Встреча... Соченькийский... Верконе. Для меня любви. Очень... Даже сказать, что это праздник. Я ничего не сказал. Но... Это какое-то... Очень глубокое чувство. Во мне живет. Очень дорогое. Очень дорогое. Чувство. Что мы встретились. Что мы... Вот... Прикоснулись к анатолию. Вот... И что он жив. Вот говоря... Знаете... Всегда... А! После... После... Ухода из жизни... Остается жить в памяти. Вы знаете... Это... Это глупше, чем в памяти. Это глупше, чем в памяти. Вот это то, с чем мы встречаемся сегодня. Я рада нашей встрече. Я очень хочу, чтобы его помнили. Чтобы его знали. Но о том, что он никак... Уже много говорили. Уже читали мою исповедь. Существует... Я очень хочу. Все, наверное... Спасибо вам большое. Я хочу предоставить слово главному хранителю музея, Народного мастера России Владимиру Макаеву. Здравствуйте, уважаемые товарищи, здравствуйте, уважаемые друзья, родственники Анатолия Михайловича. Прозвучало очень много красивых слов в адресе Анатолия Михайловича. Мне посчастливилось, как главному уклонителю, быть наиболее причастным к его творчеству, потому что я его охраняю. Я должен донести его до следующих поколений, а там, как эстафеткой. Мы имеем дело, вот Джабрил Харасов великолепно сказал относительно исторического факта. Фронтовик, гражданин, человек, художник. Он оставил свой след не просто в живописных холстах, он оставил свой исторический след как память, как память великой саморазрушительной войны. Вот сейчас идет такая тенденция. И все вы знаете, все мы смотрим телевизор, все мы смотрим интернет, когда все чаще и чаще поднимают голову и начинается реабилитация фашизма. Мы это видим на Украине, мы это видим в Прибалтике. И не надо никогда стесняться об этом говорить, надо громко говорить. На каждом углу говорить, детям нахрен говорить, внукам нахрен говорить, чтобы они знали, что такое война. И кто истинным внес истинный вклад в победу этой войны. Потому что сейчас идет разногласие, понимаете? Анатолий Сундуков, как художник, как храникер, именно оставил самое главное, он оставил свой след в своих фронтовых рисунках. Это документы, это реальные документы. Об этом надо говорить в первую очередь. Понимаете, когда вот наш мир настолько уже раскололся, настолько уже в какой-то степени обезумел, обезумел, может быть, из-за этого удаления, что ставит под сомнение то, что есть абсолютная истина. Абсолютная, понимаете? Я сын фронтовика. Я знаю, что такое война. Потому что я после военного периода. Я знаю, что такое разлуха. Я знаю, что такое нехватка элементарного. Сейчас забыли это. Нехватка самых простейших вещей. Тканей, обуви и прочее-прочее. Почему-то все забыли, что после войны половина страны ходила, извините, в военной форме до нашего. Кто в телогрейках, кто в куфайках, кто в бушлатах, кто в шинелях, в шапках ушанках. Такое не хватало ничего. Наше дело в том, что музей это не просто то учреждение, где выставляется красивости и прочее-прочее. Мы еще и педагоги. Мы должны учить молодежь нашу истинность, правильный доктор к красоте не только живописи, художества, но и исторической правде. Спасибо, Ольга и мои друзья. Я несколько эмоционально еще раз поздравляю родственников Анатолия Михайловича. Поздравляю мужей, который справился в наше такое вот не то же трудное время и сделали вот эту выставку. Вам спасибо. Дорогие друзья, если есть кому-то что-то сказать, то я прошу микрофон. Не стесняйтесь. Слово заведующей экспозиционно-гоставочным отделом Леонтий Вани Григорьевне. Дорогие друзья, вот я имела честь работать с этой экспозицией, потому что здесь не знаю, на каким образом сейчас расположено, исключительно вот 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 концепция, которую я сюда вложила, что была база. Ну, конечно, многообразов художника и показать всю коллекцию, уникальную коллекцию группа рисунков. Вот и вот фронтовой пункт начался в 1942 году летом, когда на сервере в процессе начало копирование. Вот с этого времени начинается его фронтовая графика. Эти фронтовые рисунки от 1942 по 1945 год они результатами в наших витринах. Полностью. Вся коллекция. полностью. То есть мы периодически показывали урывками, частями. На этот раз у нас как раз у всех зрителей, которые у нас побывают, они эту коллекцию увидят в полном составе. И каждый рисунок это действительно такой документ времени. И действительно это человек юный, юноша 17-летний. Он осознал себя художникам, гражданинам и свой дом запечатлеть все. Какие-то тяжелые моменты. Там то, что связано с эвакуацией, с отступлениями, с потерями. И в то же время героический каким-то момент наступления в том числе. Много по портретам его однополчан. Портреты детей. Там можно увидеть портрет воспитанника полка. И завершает этот религер. Его автопортрет выполненный в 1945 году. Здесь уже не юноша невинный такой. Это мужчина, воин, который прошел вот этим суромными дорогами войны. И вот уже в послевоенное время, окончив академий художник, художник обращается, конечно, к флотальному мастерскому окончил Иссевича Байсенинга, известного массового кандинга. Поэтому он был очень тонко, чистого красоту мира и у него множество примерных зарисовок, этюдов, портретов, огромное количество жанров. Но вот это военная тематика, конечно. Не случайно он обращался к историко-регуляционной тематике, к теме гражданской войны, потому что это имело прямое отношение к его обуви, обуви, обуви. вы здесь видите, вот в этом зале они как бы противопоставлены, поддерживают друг друга вот такие экспозиционные блоки, в которых центральный образ женщины-горянки, мая-солдатская, прообразом, для которой послужил, образ, его собственная мама, в корне, в двух парах. А на противоположной стене мы видим последок командира партизанского отряда Жирослана Гуфова из органа знаменитой семьи Гуфовых, которые воевали в годы гражданской войны. Так что преемственность это то, что пережит, это живая жизнь, это невымышленный образ, хотя здесь образ матери, конечно, превратился в некое героико-патриотическое обобщение, символический образ женщины-гоянки, которая охраняет и старается уберегать своих сыновей. Это трагические страницы, связанные с его биографией, когда юный Сундуков на дорогах ближе к своему родному селу двигался, их подразделение навстречу шла подвода, на которой его мать везла убитого отца. То есть вот эти факты, причем она была еще участницей движения, активистов движения, подарки для фронта, все для фронта, все для полета. То есть туда в горы, на перевалы, мирные женщины, которые находились здесь в оккупации, в этих селах, они собирали, вязали продукты, питание, носки вязали, отправляли это все тем, кто оборонял Северный Кавказ. Вот эта работа у нас прошла на конкурс «Территория Победы». Это конкурс, объявленный Министерством обороны и Музеем обороны, и нам будет представлена работа, которая будет экспонироваться в интермузее. Вот это одна из работ, из его человечества, наряду с другими работами, которые будут так же представлять Великую Победу. Вот то и многое, что хотел сказать. У нас у всех музейщиков были, конечно, с ним очень самые добрые отношения. Когда я сюда в музей пришла, я совсем увлеченка была, он был действительно очень артистичным, легким, казалось, вот такая суровая тематика, и вот его облик как раз не вяжется друг с другом. Вот здесь в экспозиции представлен небольшой портретный этюд, такой вот, ну, собственно, изображена там я. Когда во время одной из прогулок вдоль речки выпал только снег, это вот начало ягодь 79-го года, и он с одним из своих товарищей художников вот на речке писал пейзажи, свежий снег, и вот этот своеобразный эмпессионизм, то есть портрет был выполнен очень быстро, буквально там за два часа. И вот эта экспрессия, вот это движение, вот он сумел передать, то есть он очень четко чувствовал настроение, красоту природы, и там действительно присутствует настоящий присягнется, но конечно у него были свои свернодачи в его творчестве, он всю свою жизнь посвятил конечно вот этой другой тематике, потому что с одного это как свой гражданский творческий долг. Ну вот, что я хотела сказать. слово Лёле Гурфовой. Большое вам спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы уважаете наш род, наш род и род Сундуковых уважаете. Я благодарю вас всех и считаю, что вы очень хорошая публика, что вы такие, что вы чтите таких людей, как этот Анатолий Сундуков. Это он меня рисовал девочкой, девчонкой. Он любил рисовать. Он очень любил родных. Он не считал, что это далёкий родной. Он всех близких считал и ценил. Так что его труд, его самого и так, которая осталась, это очень любила, очень любила, очень ценность, очень любила. Благодарю вас всех, которые пришли здесь, которые пришли, понимаете нас, которые вы цените, чтобы все в роду были такие, которые могли так ценить и понимать род. Спасибо вам. Слово члену Союза художников Грузина Балгарской Республики Аслану Джавадову. Благодарю вас. Спасибо, конечно. Об этом человеке Анатолий Михайлович можно говорить и говорить и говорить очень много. Предыдущие ораторы прекрасно все выступили, сказали о нем много действительно. Можно о нем очень нескончаемо говорить. это действительно великий художник, прекраснейший человек, великий человек, который оставил достаточно емкий, насыщенный след той страшной войны, след своей жизни. Я очень благодарен судьбе, что это мой земля как земля. действительно достоин великого внимания Лелия Степановна. Вы ласточка, которая рядом с ней. Вы наш союз, наше лицо, которое всегда представляли художников на всех приставках, на всех событиях на судьбе художников. Я вам очень благодарю. Благодарю вообще судьбе, что был и жил в этом мире. Я хочу предоставить слово еще одному представителю оборота Сундуковых Анатолию Сундуковых. Я постараюсь подкратким. Всем спасибо тем, кто принял участие, организовать это место. Лелия Степановна, огромное отдельное спасибо за то, что не дают забывать нашего брата. От имени рота всех благодарю за то, что помните добрые, хорошие, красивые слова. Человек, который прожил жизнь после того, как уходит, самое главное, чтобы о нем это нехорошее вспоминание, чтобы он оставил след на этой земле. Мы гордимся, что у нас был такой брат Сундуков, хор год годится. Каждый человек должен годиться своим родом, своим просвеждением своей Родины. Поэтому никто не должен об этом забивать. С преддверия победы великой, я хочу всех поздравить с нашей великой победой. Многих мы потеряли, многих сейчас уже нет с нами живых. Мы об этом должны все время помнить. Я очень горжусь, что ношу имя Анатолий, мой тезка. Когда я поступал на работу, не буду говорить, куда я поступал, на стене висела картина Сундукова Анатолия. И они меня спрашивали, твой родственник? Я говорю, да, мой родственник. Вот это хотел в случае рассказать всем огромное спасибо еще раз сказать. На этом наверное наше торжественное открытие мы завершим. сейчас ходите, общайтесь, смотрите, всем приятного просмотра. И выставка будет работать до конца месяца, поэтому всех приглашаем посетить нашу выставку. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...